Библиотека номер 18 Северного округа познакомит вас с необычной компанией знаменитостей, о которых рассказывает Ирина Голицына в своей книге «Знаменитые животные». Это познавательное издание расскажет о неожиданной стороне отношений с нашими друзьями и соседями по планете, а ироничные иллюстрации Анны Сладковой добавят к книге обаяния. Знаменитые животные были участниками войны, отправлялись в космос и даже занимали важные государственные посты. Это сборник рассказов о животных, которые вошли в историю за разные заслуги. Это биография зверей, которые оказались рядом с человеком в нужный момент. Истории трогательные, местами грустные, но добрые и со смыслом. Братья наши меньшие уже очень давно рядом с человеком, и зачастую они приносят нам неоценимую помощь. И в книге как раз рассказывается о тех животных героях, чьи имена теперь увековечены в истории. Здесь есть и известные всем Белка и Стрелка, а есть и необычные персонажи. Голубка-спасительница, козел-талисман и бегемотиха-путешественница. Конь-инцитат, медведь-войтек, кошка-скарлетт – знакомы ли вам эти имена? Этими животными восхищались, о них слагали легенды, они верой и правдой служили человеку. В книгу Ирины Голицыной вошли рассказы о самых достойных представителях фауны. Вы познакомитесь с черепахой Тимати, у которой был личный биограф и графский титул. А еще вас ждет встреча с бегемотихой-красавицей, которая пережила Ленинградскую блокаду и стала символом зоопарка. Всего в книге 18 увлекательных историй. Пес Барри жил в монастыре Сен-Бернар. Да-да, название породы собак произошло отсюда в 19 веке и был бесстрашным спасателем в швейцарских Альпах. За 10 лет службы он сохранил жизнь 41 путешественнику и стал легендой на все времена. В 1899 году ему даже памятник в Париже открыли. Оказывается, и медведь может быть артиллеристом. Об этом в книге рассказывается. Судьба медведя действительно удивительна. Польские солдаты выкупили медвежонка у мальчика-подростка в Иране за еду. Зачистили в роту. Он дослужился до звания капрала. Войтек побывал в Ираке, Сирии, Палестине, Египте прежде, чем попасть в Италию и проявить себя в битве при Монте-Кассино, где он в 1943 году помог своим человеческим друзьям из армии Андерса. Увидев, что солдаты не успевают разгружать грузовик со снарядами, он начал им помогать подносить ящики со снарядами. И на протяжении всего сражения подносил ящики к боевой линии. Вообще, солдаты оказались хорошими дрессировщиками и научили его отдавать честь перед старшими по званию и шутливо бороться с людьми, не причиняя им вреда. Когда Войтека надо было переправить с его ротой по морю, то пришлось оформить воинские документы и на него. Тогда он и стал капралом. В свои дни Войтек закончил в зоопарке Эдинбурга, куда попал после войны. В 2015 году, спустя 70 лет после окончания Второй мировой, в Эдинбурге был открыт памятник героическому медведю-артиллеристу. На эмблеме его 22-й роты, впоследствии ставшей 22-й транспортной ротой, остался бессменный символ – медведь, несущий снаряд. Кстати, в 1943 году была учреждена специальная медаль животным, которые принимали участие в боевых действиях и рисковали жизнями ради спасения других. За время Второй мировой такую награду получили 53 животных – лошади, собаки, голуби и одна кошка. Жаль, что в их числе не оказалась Войтека. Знаменитым животным может стать не только благодаря своей храбрости и самоотверженности, но и интеллекту или эмпатии. Так случилось с конем умным Гансом, который читал, считал, различал цвета и еще много всякого умел. У него даже была своя азбука, которую для него придумал хозяин. Вместе они ездили по городам и выступали, демонстрируя удивительные способности коня. Им даже ученые заинтересовались. Одни считали, что интеллект животного и правда уникален, другие – что все дело в дрессуре. В результате было доказано, что Ганс реагировал на поведение хозяина и на этом основании давал правильный ответ. Но это ведь тоже достижение. Из книги еще можно узнать, что среди кошек тоже известны знаменитости. Кошка Скарлетт – героическая мать. И вовсе не потому, что у нее много детей, а потому, что она заботилась о них, как настоящая героиня. Однажды в гараже, где жила семья Скарлетт, случился пожар. Известно, что звери безумно боятся огня. Но эта кошка поборола свой страх и снова и снова возвращалась в огонь за котятами. Пламя опалило кошке лапы и уши. Она ослепла, но спасла всех своих детей. А знаете, что и козел может стать талисманом? Об этом можно узнать тоже в книге. Оказывается, на свете есть не только знаменитые лошади, кошки, собаки и медведи, но и козлы. Да не один, а целая династия. Они жили и живут в Великобритании. А еще и не служат британской армии. Имя этим козлам дают одно и то же – Уильям Винсор, а проще – Билли. Все началось еще в 1775 году, когда после череды поражений англичане одержали победу, увидев на поле боя дикого козла. С тех пор Билли регулярно принимает участие в военных парадах британской армии. Через увлекательные факты из жизни знаменитых животных книга знакомит читателя с событиями, сыгравшими значительную роль в истории человечества. Занимательные факты вдохновят детей не только на изучение истории мира животных, но и помогут развить чувство эмпатии к братьям нашим меньшим. Прекрасный досуг с ребенком. Читайте и обсуждайте истории о животных вместе. Субтитры создавал DimaTorzok